Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытия», обратимся к 39 главе. Начиная с 39 главы, мы видим такую вполне цельную внутреннюю заключительную часть книги «Бытия». Почти все эти главы занимают рассказ об Иосифе, так называемом Иосифе Прекрасном. Это многогранная, сложная история с множеством сюжетных поворотов и персонажей. И при этом нужно сказать, это важно очень понимать, нужно сказать, что Бог как таковой является для всех этих рассказов скорее таким экзистенциальным фоном, чем действующим лицом. Вот он существует где-то и, по сути дела, не вмешивается в события, хотя автор этих рассказов неоднократно в тех или в других случаях говорит, «И Бог благословил, и произошло то или произошло другое». Но скорее это свидетельствует не столько о исторических событиях. К слову сказать, историчность этого рассказа с одной стороны часто вызывает вопросы, с другой стороны, из серьезных аргументов совсем уж прямо оспорить, эту историчность тоже достаточно сложно. Так вот, дело не столько в историчности и не в том, является ли этот рассказ длинной на 10, на 11 глав формой откровения о Боге Израилеве. Главным образом это, во-первых, свидетельство об одном из важных поворотных пунктов в истории народа Божьего, и во-вторых, о представлениях о том, что такое хорошо, что такое плохо перед лицом Божьим, о том, какими путями идет народ Божий, будущий народ Божий к тому завету, который будет описан в, соответственно, в книге Исхода. Вот эти люди, которые после Авраама, небольшая горстка людей, буквально 12 человек, которые фактически становятся родоначальниками колен Израилевых, вот каковы они, как они думают, как они живут. И весьма возможно, что, включая этот рассказ в книгу «Бытия», составитель этой книги делает это не столько, еще раз скажу, потому что там есть что-то ему содержательно необходимое в его формулировке, в его проблеме откровения, а потому что вот к источнику, которым пользуется составитель, этот рассказ принадлежит, он хорошо известен, он популярен в литературе, в поэзии, и составитель не может его просто взять и выкинуть. Замечу еще, что вообще составитель текста пятикнижия, «Бытия» в том числе, скорее старается по возможности бережно относиться к преданию, и вероятнее предположение, что он вообще практически ничего не выкидывает. Вместе с тем, конечно же, не очень понятно, не очень видно для современного читателя, насколько связана вся эта история с тем сюжетом, который находится в центре внимания составителя пятикнижия. Напомню, что здесь есть громадное предисловие, которое начинается с сотворения мира, с грехопадения, с спасения Ной и его потомков, с избрания и призвания Авраама, и заключения завета Авраам, и дальше народ, который происходит от Авраама по благословению Божьего, вот выйдет из египетского рабства и заключит на Синая завет с Господом Богом. Вот где здесь место рассказа об Иосифе, кроме, в каком-то смысле, технического, потому что оно заполняет определенный исторический пробел, в общем, не очень понятно. Тем не менее, этот рассказ здесь присутствует. Еще раз повторю, для нас более поучительным, да, может быть, и единственным поучительным в этой истории будут этические и религиозные взгляды, настолько, насколько вообще мы сможем их как-то почувствовать, читая эти рассказы. Итак, автор сообщает нам о том, что Иосиф вот был отведен в Египет после того, как спас и выжил, и измаильтяне увели его в Египет и продали, и покупает Иосифа некий египтянин по имени Патифар, царь и дворец фараонов, начальник телохранителей. Ну вот, не такое печальное дело, не такая несчастная участь. Да, он же попадает не рабом в каменоломни египетские, и не рабом какому-нибудь бедному земледельцу, а вот к достаточно богатому человеку, в богатый дом, и там каким-то образом Иосифу удается, так сказать, продвинуться, продвинуться. Он не просто служит в доме Патифара, но на него обращают внимание. И этот египтянин Патифар видит, что Господь с ним и всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Ну вот, да, это важная особенность того, как смотрит на мир автор. И, может быть, даже не только автор, но и тот, от кого идет устное предание, кого было бы правильно называть источником этого устного предания. Вот, не может так получиться, чтобы все удавалось, если не Божье благословение. Не обсуждаем, так это ли в самом деле или нет. Потому что наши пути не его пути, его мысли не наши мысли. И, в конце концов, все такие прямолинейные и несколько упрощенные, архаичные рассуждения ставятся под вопрос Крестом Господнем. Ну, в Ветхом Завете книга Иова. Тем не менее, вот, Иосиф, и у него все получается, все получается, потому что Бог с ним, Бог дает ему успех, Бог дает ему удачу. Не бывает по-другому. Ну, в общем, можно и продолжить эту логику. И да, действительно, для автора, если Бог против человека, против того, что человек делает, и, соответственно, не дает свое благословение, то, конечно, это все разрушится. И вот здесь мы видим в этих главах в целом Бога, который, в конце концов, несколько раз ломает сюжет, задуманный людьми. В данном случае не столько даже Патифаром, сколько его женой. Итак, мы видим, что Бог благословляет Иосифа и дает ему успех. Это прекрасно, замечательно, все получается. И смотрите, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господня на всем, что имел он в доме и в поле его. И это тоже парадигматическое, на самом деле, утверждение, потому что, ну, помните, когда Господь приходит в дом Закхея, ему говорят, вот он зашел к грешному человеку. Если хозяин дома человек благочестивый, дом должен быть благословен. Если хозяин дома человек неблагочестивый, что-то там, нарушающий заповеди или верящий в какой-нибудь дребедень, то, соответственно, не дается ему благословение, и дом его будет, ну, не знаю, пыльный или рушащийся, бедный. Снова повторим, что в жизни далеко не так просто. И на самом деле, ну, прямо сильно не похоже на эту парадигму, но для архаичного сознания тех, от кого идет устное предание, лежащее в основе книги бытия, вот для них это так. Кстати сказать, что и после составления бытия, скажем, в той же литературе мудрых Израиля, за исключением, пожалуй, только Иова и Экклезиаста, вот тоже этот прямолинейный и простой, и ошибочный взгляд на вещи тоже мы можем обнаружить. Ты себя хорошо ведешь, тебе выписывают премию, плохо себя ведешь, и, значит, вот, как это называется, суд Сибирь. А здесь автор говорит о том, что этот Патифар, каким бы он ни был, но он явно не чтит Бога. Вообще все происходит, действие происходит всех этих глав в Египте, где никто, особенно Бога, чтить и не собирается, хотя порой автор вкладывает в уста тех или иных людей, вплоть до фараона, слова, обращенные к Богу или говорящие о едином Боге, Боге Израилевом. Но это, конечно, совершенно очевидное вложение мыслей в уста персонажей, которым они были несвойственные. Итак, египтянин Патифар неблагочестивый человек, больше того, мы потом увидим, что еще и не очень умный и не очень порядочный, хотя трудно сказать. Так или иначе, Бог благословляет его дом за Иосифа или из-за Иосифа, потому, что там присутствует Иосиф. Вот примерно так же в такой же парадигме иногда будет двигаться иудейская религиозная мысль, думая о том, что те страны, народы, культуры, где во множестве или в ничтожном количестве будут рассеяны иудеи, будут благословляться Богом за этих людей, когда эти иудеи будут жить среди язычников и чтить там единого Бога, ну и, соответственно, конечно же, трудиться, как Иосиф, то это может быть некоторым призванием, служением Богу и тем людям, среди которых они будут обитать. Теперь вот такая история «Дом Патифара благословен за Иосифа». И в конце концов мечта, мечта буквально буржуа, этот самый Патифар все, что имеет, оставил в руки Иосифа и знать ничего не знает, не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. то есть в столовую пришел, ему дают хлеб, ешь, дорогой товарищ начальник, а ему он даже знать не знает, откуда он взялся, кто его делал. Вот ничего этого сужену, его не интересно, он занят, на работу ходит, а дома за него все обеспечено. Ну, прекрасно, хорошая, красивая жизнь, хотя, наверное, там на работе у него не так все сахарно. Ну, а дальше вот такой поворот сюжета, который, кстати, в литературе Древнего Востока не то, чтобы совсем неизвестен, он встречается, пусть в каких-то неидентичных формах, но, тем не менее, встречается. Вот этот самый парень, молодой еще, красивый станом и лицом бывает, вот на него позарилась эта самая жена Патифара. Ну, и там она к нему и с той стороны подкатывает, и с этой, и разными способами пытается его обольстить. Ничего у нее не вышло, не вышло. Собственно говоря, я думаю, что слушатели этих рассказов, а потом первые читатели сразу же находили в своей памяти аналоги из тех сказок Древнего Востока, которые они слышали в детстве или просто в культуре. Что-то такое вот было похожее, поэтому для них это тоже был узнаваемый сюжет. И так рассказчик повествует нам о том, что жена Патифара, не добившись от Иосифа того, чего она хотела от него добиться, в сущности его оклеветала. Вот там такая коллизия с одеждой приключилась, когда там скорее-скорее он прибежал, никого с домашних не было, схватил его за одежду, одежда соответственно оказалась в руках этой жены Патифара, а Иосиф вынужден был удирать неодетым. Вот здесь преимущество брюк перед такими хламидообразными одеждами, с брюками так не расстанешься моментально. И так вот он убегает. И эта тетенька она значит говорит, вот ко мне там этот раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Обвиняют его в том, чего он не делал вовсе. И все тут же меняется моментально, в ту же секунду. Этот самый Патифар хватает Иосифа и отправляет его в царскую тюрьму, в темницу, где заключены узники царя. И знаете, строго говоря, не очень понятно, как автор и сам рассказ относятся к этому, потому что с одной стороны, конечно, можно задать вопрос рассказчику, ну как же так, Иосиф был таким замечательным слугой, все вопросы решал, все у него было там в отчетности чисто и аккуратно, и вот одна такая история, его сразу в тюрьму. Но с другой стороны, да, мы понимаем, что для самого автора, при том, что по отношению к главному персонажу Патифар не прав, тем не менее, логика его, ты покусился якобы на жену господина своего, эта логика действительно требует отмщения, это действительно возмутительная вещь, разрушающая вообще все, и которую ну крайне затруднительно, простите, если вообще возможно. будь на месте Патифара какой-нибудь израильтянин после Синайского завета, автор вне всякого сомнения был бы на его стороне, и он был бы положительным героем. А в этой истории, это все-таки довольно архаичный рассказ, положительным героем как будто бы оказывается Иосиф. Ну и, конечно, когда мы все читаем эту историю, все, прямо хочется схватить его за рукав и сказать не ходи к ней, вот не ходи, не приближайся на пушечный выстрел. Ну вот так произошло, он оказался в царской тюрьме. Собственно, может быть, вообще это нужно для того, чтобы следующий поворот событий, чудесное и счастливое избавление Иосифа Богом из этой тюрьмы могло произойти в следующей главе. тюрьмы 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 и тюрьмы Продолжение следует...